Девочку прикупим, у нас будет крольчатка. Фиг там, вот уже два года, никаких крольчат вы не увидели. Ну так, в итоге у нас друзья остались. А они за ней разживали. Ну вон клетки стоят, да. Наночку мы закрываем туда. Сюда будем складывать. Класс. Дохли. Сколько их там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук, и по пути у мамы где-нибудь еще парочку украдет. А вон там есть. Которые мы готовим гусей, они весенние. Девочка у меня растет специально. А эти что, вот эти, которые... А где? Яйца вот на прилавке. Им там уже... Сколько в итоге возьмем, Сань? Десять. Десять? Вы ничего не планируете? Ну нет, не планируем. Они до 25 лет. Да? У нас старшему 10 лет уже гостю Сереги. Да, я уже 10 лет. 14-го года он. Маленький видит. Короче, вода кипит. Лайфхак следующий. Серипелинные яйца мы отправляем вариться в кипящую воду. Сколько вариться? Это новогодняя запуска. Нет. Пять минут. Козы вот у нас сейчас рожать начали, сейчас я беременна. Да что? Два дня назад первая. Два козлёночка там маленьких. Ой, прям малюсенькие. Еще... Ну они уже ходят? Ой, они за час встают. Какое? Вот это? Так, козлёночка, да. Да. Здесь, как? Это не требуется. Кожа. Красивый? Ну, пора, как пора. Я на русском что-то езжать. Да. Взять, потому что вот козлёночка можно сказать, погреться, там погладить они уже... Козлят еще нельзя к самому. Можно сказать, вот все прям находит, заходит там третий. Варьяне там... Козлят. Ну, козлят. Мы это не боимся. Готов? Сейчас еще обучил. Вот. Выбери нам красивый. Можно еще один, пожалуйста, один съем? Хочу. Упырчатый, смотри. Малына. Хорошо. По Валентине Ильиничной рецепту. Не, спасибо. Я буду без шляпы сегодня. Хорошо. Сварится? Яс. Проголодался? Угу. Где-то из лазикула платья где-то все. Шарилась. Добавил завтый. Все теперь есть. Илья, иди снимем. Нож подведенный. Клади. Салат о ревье с копченой перепелкой. Саня, хороший. Зима, как говорится, в сердце, за окном вьюга. Мы с вами, друзья, в нашем кабачке. Кладная песня. В нашем зимнем кабачке. Неделя до Нового года. Мы в белоснежном Подмосковье. Сегодня у нас тихое такое домашнее семейное видео. Я бы сказал, на злобу дня. Понимаю, что все умеют. Но мы постараемся привнести, во-первых, свои нотки. Расскажем, как это делаем мы. А что, собственно, делаем? Салат оливье с копченой перепелкой. Если быть точнее, то перепелок будет две. Одна копченая и одна гриль. Все остальные ингредиенты традиционные. Это соленый огурец. Это картофель и морковь. Здесь нюанс в том, что мы их запекли. То есть мы их не варили в воде. Мы их запекли в духовке до готовности. А что вы неправильно разложили? Две картошки и морковку? Ну, Ир, мы не такие похавники. Короче, у нас одна морковка и две... Одна длинная морковка и две круглых картофельных. Каждый, конечно, это может разложить в меру своей испорченности. Я, например, разложила вчера вечером. Мешается мне вот эта штука тут. Аж очень понравилось. Когда надо увидеть. В общем, духовка разогреваем до 150, 160, 170 градусов. Отправляем морковку и картофель, завернув в фольгу, просто в духовку. Дальше зубочисткой. Через час примерно зубочисткой или вилкой тыкаем. Отправляем при температуре 160, 170 градусов в духовку. Через час тыкаем. Ир, ну на, вот я положил, вот, чтоб ты успокоилась. Она не даст снимать видео, пока я не выложу так, как ей надо. Я не так не хотела. Не так ты хотела, а как? Вот так вот. Так более естественно выглядело. А так вот с подвывертом. Хорош, дайте птиносить. А вот так смайлик. А так смайлик. Час в духовке, 160, 170 градусов. Тыкнули зубочисткой либо вилкой. Готово, значит готово. Не готово, еще на 20 минут оставили. Горошек консервированный. Кто-то, некоторые рекомендуют просто с горошком, да, который продается в замороженном виде. Мне так не нравится, он жестковат. Мне больше нравится с консервированным. Даже как в детстве глобус. Яйца сварили. Яйца, видите, перепелиные. Дайте я одно сейчас открою. Знаете лайфхак, чтобы они хорошо, я вот сюда буду, наверное, чистить пока. Чтобы они хорошо чистились, перед варкой, во-первых, кидаем их, отправляем в кипящую воду, первое, варим 5 минут, второе, третье, перед варкой тыкаем и делаем просто отверстие иголочкой. Тогда они хорошо чистятся. Смотрите, покажи их крупным планом. Видите, ничего, нигде, все хорошо, скорлупа отстает, это первое. И второе, друзья, для варки яйца, если яйца у вас, как бы, от ваших перепелов, да, используем, используем, которые, короче, которые старше недели. И смотрите, вот я его открою сейчас, мне очень интересно посмотреть. Ярко-желтенький желточек. Вот смотрите, от икорма получается такой именно желтый желток. Здесь они вареные, он такой вот просто желтый, да. Когда мы сырые, мы будем сами делать сейчас, мы требуем для этого салата количество, они будут вообще ярко-желтые. Почему так? В том числе, друзья, от корма. Напоминаю, мы кормим своих животных и птиц кормом премиум качества под названием ЭКОРМ, производство Тверского мелькомбината. Заказать ЭКОРМ можно на Яндекс.Маркете, на зоне с доставкой в любую точку страны. Ссылку на ЭКОРМ мы оставим в описании. У нас сегодня в гостях, у нас в Белоснежном Подмосковье, Александр, шеф-повар одного из известных московских ресторанов по совместительству, наш сын, известный уже многим из вас по тегу Саня Шеф. Мы сейчас на камере Ира, она нас сбивает, она все время хихикает. У нее настроение уже новогоднее, поэтому, друзья, на камеру отправляюсь я, и, как говорится, все карты в руки, мы отдаем Александру. А я вот с поправки начну вообще-то. Это не просто Оливье, это зимнее столичное Оливье. Вот так вот. А почему? Вопрос. А ну-ка. Знаешь, почему? Потому что Оливье, он, Саша считает, что он с колбасой. Не я считаю. А кто считает? Это люди считают, понимаешь? Люди в курсе. Я считаю, что мне в целом, что столичный, что зимний, что Оливье, это все Оливье. Ну, на самом деле, в какие-то времена, я не знаю, в позднесоветские, наверное, мне так кажется, могу ошибаться, повелось, что Оливье это с вареной колбасой, а столичный это с мясом, конкретно с говядиной. У нас здесь ни говядины, ни колбасы нет, я это называю Оливье, Саша пусть называет столичное Оливье, или поскольку у меня. Столичный Оливье, мои перепела. Вот, с копченой перепелкой и перепелкой гриль, а также майонезом из перепелиных яиц и перепелиными же яйцами. Огурец, между прочим, с нашего огорода, по рецепту Валентины Ильиничны, моей тещи, это я смотрю с трудом, друзья, как в любом кулинарном видео. Это трудно. Ну, откромсай половинку, да что-то не сдерживай. Не буду. Напишите, пожалуйста, друзья, если вы смотрите это видео сразу после его выхода, соответственно, вы смотрите его перед Новым годом. Поделитесь с нами, кто чего заказал Деду Морозу, чего ожидаете от Нового года, что приготовите. Вопрос. Да. Какого калибра кубик на Оливье вы желаете, мистер? Вообще, вот, Саша, давай поговорим про это. На самом деле, на самом деле, Ира, правильно вот скажи или нет, я не вот не люблю, когда вот сильно мельчатся Оливье. Мне нравится сренье. Я не люблю, когда рубают прямо вот жестко, не люблю, когда... Во-первых, я люблю, когда все кубики ровные. А вот, и чтобы не было один гигантаманский, другой мелкий, там и так далее, вот так, я вот люблю прям ровно. Пока, ну, сантиметр на сантиметр. Ну, чуть меньше, наверное. Пол сантиметра на пол. 0,7 на 0,7. Штангенциркуль принести? Можно мне линейку, пожалуйста? Можно. Короче, пока, Саша, Ира чистит яйца, да, давай-ка развернем вот это великолепие, которое все порывались выставить так или этак. Короче, видите, нечищенные прямо в кожуре морковку и картофель в мундире мы отправили в духовку. Теперь Александр радостно это почистит под Ириной едкие замечания. У меня зима в сердце, за окном юга, за душе. Знаю я, что мы можем и друг без друга. Надо будет еще снежок показать, как мы красивее. Прям температура, наверное, минус один. Выпал снег, много снега причем. Обожаю печеную морковку. Я обожаю морковку. А что, тебе не нравится чистить морковку? Я вот люблю. Салат сейчас только, вот сейчас нарежешь яички, да? Салатик не смешивай, ну, не кидай это все в кастрюлю. Одной кучкой вот сложи сбоку и все. Хорошо. Вот молодец, какая послушная мама. Друзья, за кадром сейчас и пришлось мне на них порыкнуть. Потому что они все делают неправильно. Особенно вот на эту красоту. Которая, конечно, автор, я понимаю, но... Все, Новый год. Короче, общими... Все, просто я подрихтую, да и все. А зачем ты снимаешь красиво же? А это, я считаю, какой-то этот, расизм овощной. У морковки некрасиво, а у картошки красиво. Почему так? Зачем ты это снимаешь? Я не все снимаю, вот обрати внимание. Резать черное, резать черное. Что не надо, вот это, оно, это, ну... Говорит, не надо, и сама срезает. Я не все срезаю, я срезаю, только припеклось. Короче, мы наконец... Видишь, красиво как? Методом долгих препирательств, методом проб и ошибок, нам удалось, добрый день, почистить морковину и две картофелины. Под неусыпным руководством Иры. Спорим. Слава богу, пришли гости, и Ира занята теперь, да, Ира? Да, Ира. Короче, режем, Александр, давай. Все как в анекдоте, просто 10 минут чистили, две картошки и одну морковку. А потому что много указаний поступало. Вот столько споров. Как вы не говорите? Заяц. Слава. Хотите кубик 0,7? Будет кубик 0,7? Она, видите, она не очень ровная, вот это результат как раз споров. Отрезать потемневшее, не отрезать. Что оставить, что нет. Но зато на рыбку похоже картофель. Морковка, это морковка. Это морковка, да, простите. Морковка, похожая на рыбку. Оп, оп, оп. Никуда не торопимся. Новый год скоро. Огурчики. Хочу огурчик порезать. Любите вы, когда на них кожура или любите, когда почистите? Кожура. Нормально. Расслабленное предновогоднее состояние, потому что вот Саша уже тоже, он устал торопиться. И поэтому вот у нас такой вот домашний, знаете, вот как бы вот проекция, как будто уже 31 декабря, и мы это делаем на кухне. Ну, мы это, конечно, для себя делаем, да? Вот. Но. Но. Уже вот так вот не быстро, да? Ну, так на самом деле красивее. А вот ты согласен с этим, Саша, что лучше, чем варить, лучше запекать? Да. Да? Вкуснее же будет, правильно? Факты. У нас потом еще немножко будет изюминка, друзья, чуть позже мы вам расскажем, в чем она будет заключаться. Ну, а мы будем только грудку использовать или будем и лапки тоже? Ну, если будем лапки использовать, то на леску поплывет. В целом, можно и все. Не только грудки. Ну, а поплывет, Саша, что касаемо мяса, мне кажется, это нормально. Ну, как будто бы, да. Я по Ире соскучился, пойду посмотрю. И раз, с шашлыком можно делать или? Да. Ах, Санек, пока я вернулся, уже что-то тяпнул. Знаешь, такую приправу сумах? Да. Вот здесь красиво было бы посыпать, наверное, на доску. Почему? Не знаю. А почему не папа? Зайца. Привет. Дын-дын-дын-дын-дын. Кошки, зайцы, кого у нас только нет тут. О, да, малышка. Короче, осилил, наконец, картошки. Не слишком много ее, Сань? А я не буду вообще все, типа, добавлять. А, это просто у каждой красоты. Вот как обычно, понял, будет, что все останется остальное. Мы это все с мазиком перемешаем и на беке захаваем. А там будет красота и вот четкость, четкость. Ну и горох. Мясо. Мясо? Да. Кстати, про перепелок. Кто смотрел наше прошлое видео, помнит, что мы в нем ездили в сторону Ладейного поля, в наш филиал, в мои перепела, северо-запад. На днях, друзья, мы получили посылочку из нашего филиала. Вот видите, что здесь написано. Почтовая служба Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Давайте мы ее откроем и кое-что я вам покажу. Мы еще вообще не видели их. Короче, посылка приехала. Там у нас вяленые перепелки. Вяленые перепелки, которые изготовлены в нашем филиале. Мои перепела северо-запад. Так, это у нас убираем. Отправляем. О, так. Три штуки. Значит, они в вакуумной упаковке. Так, друзья, они могут отправляться по всей стране. Ничего им не будет. А мы сейчас проведем дегустацию. Открываем. Ир, смотри, перепелки питерские. Так, это убираем пока на потом. Запах. Смотрим. На самом деле, смотрите, поскольку они были в вакууме, да, вот давайте сравним с нашей. Она, правда, немножко уже подсохшая. Вот когда перепелка хранится без вакуума, она подсыхает, да, то есть она, вот этой перепелки примерно неделя, неделя после готовности, я имею в виду, она уже подсохшая. Кто-то любит по суше, кто-то любит помягче. Это наша, это питерская. Она, если она полежит час после доставания из вакуумного пакета, она примет цвет, который положен, да. Ну и так все хорошо. Дальше, смотрите, напоминаю, у нас есть на самом деле видео, инструкция по применению. Саша, покажи на перепелку. Как ее употреблять? На самом деле, друзья, это деликатес, это хамон, это очень подходит под новогодние праздники. Почему? Потому что это, друзья, для того, чтобы остановиться. Для того, чтобы остановиться между множества дел. Так, срез. Смотрим. Все хорошо. Все хорошо. Жирок. Дальше мы ее на такие вот слайсы делаем. Подлазим под крылышко. Попробуешь, Шир? Слушай, прям. Классно. Угу. Крылышко. Вот так мы делаем. И вот так, друзья, можно подавать. Это, еще раз, для остановки. Для того, чтобы в суматохе дел, в какой-то момент вы могли остановиться. А лучше первого числа. Присесть. И на первое число это очень хорошо. Сейчас я попробую. Владимир, если вы смотрите, Владимир, это наш представитель в Санкт-Петербурге и Северо-Западе России. Все очень хорошо. Очень вкусно. Как тебе, Сань? Найс. Это было лирическое отступление. Очень хорошо. Да? Прям вообще-вообще? Да. То есть может отставлять, да? Угу. Спокойно. О, Аня. Вот. Да. Славка. И мало соли. Прям просто надо, да? Майор. Мы получили, и у нас в холодильнике они еще проезжали, да? Такое-то время, потому что мы болели. Не смогли. И вообще ничего. То есть... Куда хочешь доедут, хоть на Дальний Восток, хоть в Калининград. Вообще абсолютно нормально. Очень вкусно. Все, продолжаем с салатом. Возвращаем Александра в камеру. Смак копченый. У нас, как водится, видите, вот там написано «Мои перепела гриль». Все у нас вокруг перепелов. Вот перепелка вяленая питерская. А вот тебе колено перепелимая. На, кушай, кушай. Спасибо, Александр. Веприво колено. Спасибо. В нашем исполнении. Ножки мы отправляем либо для другого блюда, либо просто мы их сейчас съедим. О, как я, Саня, тебя загородил ножкой. Класс. Вот. Берем грудки. Отсушай, как, блин, не белый человек. О, сок, смотрите. Смак. Капает жизнь. Смак. Ах. 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 Я обожаю копченое мясо. Хорошо пахнет. Хорошо. Короче, грудку оторвали мы от копченого. От копченого. От копченого оторвали грудку. Кожу с грудки сняли, потому что кожа у нас, она не то что плохо, она просто будет некрасивыми ошмотями болтаться в салате. Это не есть гуд. Да, Александр? Да. А дальше гриленую. Это мы какую взяли, по-кавказски или какая-то? Да, это кавказская. Ага. Грильная. Грильная, как говорит Саша. Гриленая. Гривеная. Грилля. Здесь у нас вот красотень. Красотень на потом. Ингредиенты. А мы этот оставили горох тут пока, да? Да. Ага. Точно так же убираем кожу, чтобы она у нас просто не мешалась. Дай посмотрю. Дай, ну, тебе покажу. Вот. Не тряси, так же не видно. Вот, смотри. Ммм. Посмотрите, руки, руки. Рьем я. Смак. Тяжело эти видео снимать, друзья, тяжело. Потому что просто с набитым слюнями в том труде разговаривать. Тяжело, тяжело. Тяжело. Вот тебе и кихи, кихи. Все безжалостно вырываем грудь. Зима в сердце, душевьюга. Все. Готово. Груди готовы. Их можно соединить прямо вместе. И прицениться. Делать, нарезать. Приценяемся, что вроде как по размеру похожи. Да, Саш? И как будто можно еще две ножки взять. Одну от другой, одну от другой. Ну, чтобы кучки были похожи. Огурца меньше. А морковки чуть меньше. Картошка и яйцо примерно одинаково. Горох то же самое. Этот огурец нам на потом. Потому что, друзья, у нас есть... Вот там вот у нас есть полочка. И полочка эта... Полна. Нас зовет, что возьми огурчик. Мы просто посмотреть, но тем не менее. Ира? Спряталась. Сало вкусное. Большими кусками. А тут еще вскрылся помидор. Вскрылся. Вскрылся. Всплыл. Всплыл. Вот это от копчения, это не грязная доска, друзья, это просто натуральное копчение, и, соответственно, поскольку здесь лежала копченая перепелка, то он остался, это уже милки готовы. А это еще нужно напополам. В общем и целом, хватило нам тут по две грудки с каждой из перепелок, соответственно, по две полгрудки, да? Четыре грудки. Ну, две перепелки, как четыре грудки. Четыре половинки грудки, да. Ну, две грудки целиком, да, в целом. И по одной ноге. Нормально, нормально. Делаем красивый пазл. Ну, вы просто поставите печь на голову. Ну, потому что мы крутые. Это убираем, да, Санюша? Да, вот такой разноответный красивый пазл, и в центр вот так. Сейчас. Ба-бам. А, во, смотри, что получилось. А ложки три штуки, это уже чтобы пробовать у нас, да? Ну, это да. Понятно. Никто не видит тогда. Вот, ингредиенты. Морковка, еще раз, картофель, грудка перепела одна, вторая, яйца перепелиные, огурец соленый и горошек. Начинаем все нарезанное. Делаем заправочку майонезную, вкуснявую. Майонез у нас непростой, майонез у нас золотой. Берем. Картофель убираю, это лишнее, да? Да, это лишнее. Один есть, пока никто не видит. Берем и нацеживаем лимон и мандарин. Короче, вот это очередной прикол, Саше лень говорить, да? У нас чуть-чуть пойдет сока мандаринового и лимонного. Красивый, не чуть-чуть совсем. То есть смысл в чем? Обычном в состав майонеза входит уксус. Мы уксус не будем использовать, поскольку майонез этот у нас новогодний. И вместо уксуса мы добавим сок лимона и сок мандарина. Он испорченный, что ли, или нет? Это косточки. Косточки? Нет, это не косточки. Это плохой мандарин. Ну, и с одним, собственно, справимся. Сейчас мы все забалансим тут. Аба, давим. Давим через сито. У нас поменьше, к сожалению, не нашлось здесь сито, поскольку у нас все в объемах. Вот. Чтобы мякоть и косточки не попали в сок. Я это делаю чисто, чтобы в косточках не ковыряться. Против мякоти в целом я не имею ничего. Он все равно блендером перебьется. Ну, так красиво, красиво снимаем просто. Просто красиво. И лимончик. Но лимона меньше народа, да, Сань? Да, конечно. Сколько? Ну, половинку. Половинку-половинки. Ну, то есть ты ее не полностью выжил? Ага, я понял только. Вот так вот. Дальше яйца. Вот это, смотри, яйцо тоже надо заменить. Оно вон это. Да, я просто с этим не сделаю. С тех, что есть. Сколько их там штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это желток, покажи мне. О, смотрите какой. Видите, вот как я и говорил, яркий. Прямо с желтками мы их туда, да, Саша? Это стакан для блендера у нас, потому что мы будем взбивать яйца. Открываем и отправляем. Тут у нас и меню лежит. Лыжи, елки-перепелки, друзья. Такое ли у нашего кафе. Одна упала. Куда, мимо? А, штука. Косикнул? Ложки пригодились. Да. Я думаю, я сейчас украду маму еще парочку-тролючку. Давай. Сколько в итоге? Десяток получится, да? Ну, да. Четыре штуки еще. Одиннадцать будет. 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 Ну все, дальше работаем ручками. То есть, что туда нам надо, кроме это самое, Саша, горчицу, когда? Сейчас все покажу. Я делаю майонез вот по факту. Я сначала пробью чуть-чуть яичу. Чуть-чуть, да? Да. Дальше. Ливану туда масло. Сколько? На глаз. Ну сколько на глаз? Ну вот. Сначала один к одному с яичками. Ага. Плюс-минус. Ага. И эмульгируем. Эмульгируем. Как долго это обычно? В целом можно все сразу налить, исходя из мощности вашего блендера и из крутящего момента. Не лезем. Мама, не лезем. Ира, что сначала? Яйца, как обычные? Как обычные яйца сначала. Яйца горят, но не учат. Затерплю. Добавляешь еще? Да. В целом можно, ну, исходя из крутящего оборота вашего блендера, можно сразу налить побольше масла, потому что в такой эмульсии, в таких объемах обычный ручной блендер справляется на уровень. Вот у меня уже можно посмотреть на консистенцию. Вот так, покрути. Ага, уже похоже. Чуть поплотнее можно, да? Я вообще люблю полегче майонеза. Здесь сейчас получилось примерно одна часть яиц и где-то 3-3,5 части масла. Что теперь? Теперь мы пробуем вот эту жижу на вкус, чтобы понять, насколько она кислая. А уксус тоже пробовать? Не стоит. Хотя я, между прочим, приезжаю на работу, когда, да, у меня стоит там прекрасный уксус на основе яблочного сидра. Ага, знаю, да. 5-процентный. И я беру этот уксус ложечку и на голодный желудок. Ам, так хорошо потом, мама. А потом будем лечиться периферинами яйцами. А вот это, говорим, между прочим, девушка, которая уксус на столе, на кухне оставила просто в стакане для любимого мужа, чтобы он его хватанул. Да, Ира? Неправда. Ага, неправда. В целом, я это к чему? Уксус. Это полезно. Если не пить его залпом, да, а ложечку на голодный желудок два раза в два, в три дня. Я скажу здесь, Саша, требуется консультация специалиста. Ну да. С твоего позволения. А то сейчас начнут. Короче, горчица. Горчичка. Чпок-чпок на глаз вот так вот просто. Пока на глазик. Сол. Сол. Шпотка. Шпотка. Угу. Сол. Так, и у нас здесь? Сок. Один мандарин и четвертинка лимона, да? Да. Чуть-чуть совсем, мы не все добавили, да? Сейчас посмотрим, что будет. Ага. Мне понравилось, как он сказал. Сейчас посмотрим, что будет. Как будто можно еще маслиться. Как ты это понял? Ну, хочется. А, понял. As I feel. Ага. От густоты майонеза будет зависеть, в какой плотности рассола будет весить этот. Оливье плавать. Жиже или гуще, да? Соответственно, я думаю, что можно еще чуть-чуть. Чтобы пожиже было или пожестче? Чуть погуще. Ага. А этого не надо добавить сока? Я еще не пробовал. Ага. Мы сейчас вкус будем доводить до идеала, постоянно пробуя. Так. Давай попробую я тоже. Самый смак в том, что не надо сыпать много. Всегда можно добавить, а убрать, это будет проблематично. Чувствуется, Саша, что там есть мандарин. Вот он очень-очень должен чуть-чуть прямо вот ощущаться, что он там есть. Я долил все, что было, добавил соли, добавлю еще чуть-чуть соли. Сахар не надо? Пока нет. Ага. Ножечко. Прямо вот маленькую щепоточку. Я это называю крапалик. Крапалик. Прямо в рот попал, но нормально. Вкусняло. Смотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас Ира придет. Ну и че? Вкусно. Сейчас я тебе дам попробовать. Давай. Ну, как будто я бы еще, может быть, мандарину туда выдавил. На, ну. Соль. Соль нормально. Можно чуть-чуть прямо мандарина еще добавить. Или лимона. Лимон не надо. Я за мандарином. Одного мне как-то схватит, Сань. Я на всякий взял три. На лапапан. Вообще он уже почти есть, но вот если вот чуть-чуть, прямо вот еще чуть-чуть побольше будет, будет супер. Зато сахар не пришлось добавлять. Половинку-то или целый? Целый выдумок. Может быть еще один. Да не, не надо больше. А так вот и хочется. Зайцы. Кругом зайцы. Ира, все несется. Мандарина, кайф. Еще. Доливаем. С одного мандарина прям целый. Короче, два мандарина уже у нас тут, да? Да. Сейчас мы еще до густоты масло поведем. Потому что мандарину мы налили так, что там разбавилось прям хорошо. Он прям жиденький стал. А мне кажется, это нормально, Сань, что он не особо плотный. Интересно. Что? Интересно. Попробуй. Как кто-то я видел в предыдущем видео, с одной ложки, фу. А что, я с сыном своим не могу с одной ложки? Все, Сань. Чувствую. Все, не надо больше. Хорошо. Все очень хорошо. Масло. Все нормально. Густота устраивается? Да, все супер. Все, друзья, включайте майонез. Пожалуйста, самодельный. Крайне рекомендуем вам самим делать майонез. Самим делать майонез для ваших салатов. Всегда. И не только для салатов. Для гарниров, для мяса, для всего. Майонез стоит делать самим. Ну да. Тем более, это, как видите, не так все и сложно. И тем более, что получается как минимум дешевле. Ух ты, какой экономный у нас. Токсически всегда. А что там? Литр масла стоит сейчас 109 рублей в метр. 89 можно найти по активке, на пятерочке. Из них вам понадобится на 2 яйца, стоимость которых 22 рубля, вам понадобится где-то 300 грамм майонеза, масла. Это 30 рублей. 20 рублей яйца, 50 рублей. Итого у нас получается 400 грамм продукта плюс горчица на 2 рубля плюс сок лимона или уксус, который и так в целом есть у всех и всегда и везде. Поэтому за пол-литра майонеза, знаете ли, 50 рублей или за там 400 грамм 100 рублей, да? Ну как-то, по-моему, выбор очевиден. Ну что, давай салат уже, Сань. Да. Все, что сейчас... Куда мы будем это? В кастрюльку, да, ведь, наверное? Да. Я тебе подаю кастрюльку. Ну что, торжественный момент пойдет, да? Да. С чего любишь начинать смешивать? Со всего подряд. Со всего. Туда. А я прям... Прямо... Так вот, да? Ты для этого раскладывал, чтобы вот так вот потом сделать, правильно? Да. Ну, и хорошо. А почему нет, собственно? Ну да. Оп. Мы, знаешь, что, Сань, а мы всю кастрюлю сейчас замешаем или нет? Ну, в принципе, вот немного, да? Так да, мы сейчас съедим все это вместе. Что там? По поводу замеса. Имеет смысл вот говорить, что да, чтобы, ну, не сразу все вливали весь соус, а тоже как с ингредиентами для этого соуса, по чуть-чуть, по чуть-чуть, я думаю, имеет смысл об этом говорить и напомнить об этом лишний раз, что... Что, знакома уже, да, Оливьюха? Какой смак, а? Какой смак. И вот у нас жиденький матик вышел, да? И вот он вот прям... Да. Мне прям нравится. Да. Хорошо. Соли не надо туда. Почему? Там нормально. Чуть-чуть давай перчика добавим. Ладно. Вот прямо чуть-чуть, друзья, вот такой штрих, вообще, чтобы мне хватит, Сань, вообще чуть-чуть его надо. Я сейчас попробую и поставлю по соли. Ну, давай. Классно будет, если ему дать постоять 10 минут. Да. А час еще лучше. Нет? Ну, 10 минут лучше. Хорошо. На. Все хорошо, анакон, да. Где моя ложка? Положи мне на ложечку. Короче, мы сейчас все это дело распробуем, попробуем. Блин. А почему? А что я такого? Ты? Ординарного добавил, что так вкусно стало. Мандаринку, Сань. И картошка, которая вот с этого. Вообще. Вот, экстрасмак. Оливье. Ходят легенды, что оливье выкладывают через колечко, уже замешанный с майонезом, да? А столичный, столичный, через колечко выкладывают слоями. А, по-моему, в столичном не приветствуется горох, если я ничего не путаю. Или огурцы какие-то определенные используются, неважно. Все по отдельности. Картошечка слой, морковочка слой. Но мы замешали. Но мы замешали. Я считаю, мы правильно сделали. Я считаю, что да. Абсолютно. А сверху соусет. Можно было бы еще набубенить укропчиком какому-нибудь сверху. Но у нас нет укропчика. Или есть? Ну, это уже неважно. Да. Смотрите, вот он что делает сейчас, Александр наш. Накладывает мисочку такую. Раз у нас нет колечка просто здесь. Или оно есть на кухне, или оно дома. Не знаю, где сейчас. Не будем, короче, искать. Вот сделаем вот так вот. У нас, видите, из того, что нам захотелось, мы сделали. И не особо морочусь. При этом охренительно вкусно. Да, Саша? Вот так вот он замешал. Дальше он накрыл тарелку. Куда я покажу? Хоп. Вот. А вот так тоже красиво, между прочим. Смотри, оставь так, чтобы не съели много. Оп. Оп. Вот. Ну, тут осталось, правда. Но это... Это ничего страшного. Это не конечно. Короче, убираем вот это отсюда вот так вот. Дальше. По традиции. Показываем. Еще ближе показываем. Фокус, дай накладку. Давай. Красиво. У тебя камера вот здесь. Угу. Еще здесь можно. Можно еще вот так вот. Опа. Малина, посмотри на этот кремовый, кремовый этот, текстуру кремового соуса. Малина, мама. Аж загрожал. Ира, у нас все готово. Друзья, все готово. Пришла Ира. Украсила сушеным апельсинчиком. Мандаринчиком. Мандаринчиком. Лимончиком. Короче, цитрусовым. Я желаю, друзья, вам всем наступающего Нового Года. Хотя, наверное, говорят не так. Я желаю вам всем, чтобы вы в этот Новый Год смогли во время праздника в какой-то момент остановиться. Обратить внимание на своих близких, обратить внимание на своих друзей, на то, что творится вообще вокруг, на белый снег за вашим деревенским или городским, неважно, окном. Пожелать вам приятного аппетита. Всем спасибо за внимание. С вами были, как обычно, всегда ваши мои перепела и Саня, шеф с салатом оливье с копченой перепелкой. Ну, маме, маме ложку.